Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео снова поговорим про великолепное оборудование 2.0 в игре World of Tanks. Чудесное тестирование на песочнице завершено, после чего те, кто тестировали, получат сколько-то нам дней према. Это невероятная подачка для того, чтобы протестировать глобальное изменение в игре. Также после тестирования еще люди должны были пройти опросник и ответить на вопросы, которые бы касались этой песочницы и оборудования 2.0. Для того, чтобы разработчикам было понятно, куда это развивать дальше. Но вот незадача, не будет никакого опросника, опросник отменяется, все вышло настолько плохо, что даже спрашивать у игроков они не хотят. Соберут какие-то там данные и снова будут переделывать это оборудование 2.0. Видимо в оборудование 3.0. Честно говоря, я был удивлен, насколько именно игровая часть, геймплейная, в оборудовании 2.0 было продумано скудно и вообще никак. Оформление там и туда-сюда, что-то там какие-то там менюшки они понаделали, которые тоже, к слову, людям не понравились. Все показалось кривое и не такое. Я был удивлен, насколько все сырое и на самом деле, как будто бы сделалось в последний момент. И при этом разработчики, видимо, думали, что это уже практически готовое. И тут вдруг после песочницы оказалось, что оно вообще никакое. Настолько никакое, что даже стыдно спросить, что не так. Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот и картошка ничего 10 лет не делала, а ошибки в пустом патче каждый раз. Откуда они появляются, непонятно. Так что же не так было в оборудовании 2.0? Оно направлено на то, чтобы сделать большую вариативность в собирании вашего танка, и чтобы вы могли подготовить его под свой геймплей, так как вы играете. Но что нам дало оборудование 2.0? Картошка своими слотиками под определенное оборудование прямо-таки тычет, говорит, ты собирай танчик вот так. А если не так, то бонусов не будет. И уже вариативность так или иначе отбрасывается. Какая может быть вариативность, если тебе сходу уже указывают, из каких только модулей собирать? Это первое. Второе. О какой вариативности сборки танка идет речь, если 80% оборудования 2.0 не имеют смысла вообще? Зачем их вставить, если они ничего не дают? Из рабочих оборудований там всего лишь получается еще парочка новых и старое оборудование, которым мы и так пользовались. Все остальное оборудование, как было, неиграбельное, оно такое и остается. Оно отдает такие бонусы, которыми ты пользуешься очень редко. А те параметры у танка, которыми ты постоянно пользуешься, в этом оборудовании никак не улучшаются. Так зачем им пользоваться? В общем и целом, система оборудования 2.0 абсолютно непродуманная. И на мой взгляд, даже на основе того, что они сделали, ничего хорошего из этого не получится. Это изначально мертвая система. Во-первых, на мой взгляд, оборудование нужно все переделать. А то так получается, что улучшение после оборудования 2.0 получат только колесники, артиллерия и какие-нибудь бабахи. Потому что для них добавится еще одно или два оборудования, которые усилят для них важные параметры. А для остальных танчиков таких оборудований практически нет. Получится только то, что токсичные танки, которые сейчас всех раздражают, получат усиление. А средние и тяжелые танки, которых в бою иногда все меньше и меньше, и только редко собираются бои нормальные, где много СТ и ТТ, никаких усилений не получат толком. Поскольку для них почти все оборудование ничего не улучшает нужного. И даже если вывести в адекватное состояние оборудование 2.0 и сделать большую вариативность нужных оборудований, которые играбельны, все равно, на мой взгляд, это не самое главное, чем нужно заниматься в картошке прямо сейчас. В игре очень большое расстояние между слабыми танками и сильными. Очень много на каждом уровне танчиков, которые играют абсолютно одинаковый геймплей. Но один из этих танков абсолютный кактус, а другой очень имбовый. И между ними такая пропасть здоровенная, что в игре очень плохо работает почти все. Оборудование. Слабый танк оно чуть-чуть улучшает, а сильный он еще сильнее становится. Для него эти процентики, которые улучшают характеристики, намного лучше работают. Потому что у него цифры изначально больше. Плюс еще балансировщик. Он практически бессмысленный. Он выбирает танки, которые по геймплею и по классу похожие, ставят их друг напротив друга. Но какой в этом смысл, если один из этих танков может быть абсолютно слабым, а другой чрезмерно сильным? Какой смысл их ставить друг напротив друга? Какой в этом баланс вообще получится? Никакого. То же самое карты. Какая разница, какие у вас там перки и оборудование? Если на вашем респе некуда ехать. У вашей команды просто нет позиций, а у вражеской их очень много. И чтобы выиграть такой бой, должно быть просто нереальное стечение обстоятельств, и враги должны сыграть крайне плохо. Что тоже бывает, но это не победа, когда враги жопой вперед ехали и топились. Также проблема с артиллерией существует. Такая, что когда в бою три артиллерии, одни и те же команды на одних и тех же картах остаются в углу, зажимаются в красную линию и ждут поражения. И практически всегда и проигрывают. То, что картошечка боится убрать артиллерию из-за того, что там создаются какие-то там ударные кулаки, создает следующую проблему в том, что команда вообще не едет играть. И это приводит к тому, что бой еще более убогий и тоже быстро заканчивается. А когда артиллерии нету, все едут играть и никаких ударных кулаков я что-то не замечаю. При этом она говорит, что такие же ударные кулаки, как и в ранговых боях. При этом артиллерия в ранговых боях есть, и там как все ехали в одну точку убивать друг друга, так и едут. Это из-за того, что в ранговых боях нужно сделать результат. Результат большой, прямо сейчас. И там играют люди, которые играют агрессивно, потому что только так можно получить результат. Поэтому они и едут все в одну точку. Абсолютно нулевое знание своей игры. Что от чего зависит, что ей нужно. И какое бы оборудование 2.0 не вышло, игра будет такая же всратая. Потому что у нее основа гнилая. Что-то там сверху какое красивое, не на мазюкай, в середине оно гнилое. Основа мертвая. Ее нужно исправлять изнутри. Все править, изменять, дорабатывать. Игра должна была постепенно, годами, правиться, улучшаться. Достигаться баланса, играбельности. Но этого ничего в игре нет. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok